Принцесса 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 А когда они смотрели в зеркало-визор, то услышали, что завтра будут проводиться соревнования команд. Победители могут поехать в горы, в страну драконов. И дракончик сказал, что это его дом. Принцессы решили принять участие в этом конкурсе. На следующий день они вместе с дракончиком пришли на поляну, где уже собрались их будущие соперники. Здесь были команды из школы Эвер Афтер Хайт и Монстр Хайт, Куба Винкс, Щенячего Патруля и много других. В этих соревнованиях команды должны пройти по разным маршрутам, где каждый участник сможет показать свои способности. Принцессам достался один из самых сложных. На карте их путь проходил через мост, который охранял тролль. Самок кривых зеркал, а дальше... На карте было белое патно. «А почему там белое пятно?» Спросила Аврора. «Может, кто-то разлил молоко или краску?» Предположила Белль. Золушка удивилась. «Что-то нарисовано молоком? Этого не может быть!» «Да нет, ты не поняла!» Сказала Белль. «Я имела в виду, что, может, кто-то краску разлил. Вот теперь я поняла!» Улыбнула Золушка. И тут они услышали звонок, который означал, что конкурс начался. Члены команд ставили на старте. И когда загорелся зеленый свет, все побежали. Принцессы бежали по лесной тропинке, пока не увидели мост, который охранял тролль. И пройти его можно только, если отгадаешь загадку. Вот и первое задание. «Как будем его выполнять?» Спросила Рапунцель. «Давайте Белль отправим отгадывать загадку. Она много читает и больше всех знает», предположила Аврора. «Хорошо, я попробую согласилась Белль. Мне всегда нравились задачи». Принцессы смело подошли к троллю, поздоровались с ней. «Они ведь были воспитанными девочками!» Тролль же был хрупом и невоспитанный. Он никогда не говорил ни привет, ни до свидания, ни спасибо, ни пожалуйста. «Ну, принцесски, кто из вас будет отгадывать загадку?» Я ответила Белль. «Ну, слушай, принцесска, что дороже золота, но его легко потерять?» Белль задумалась. А потом посмотрела на своих подруг и вспомнила, когда они учились в школе, то вместе могли решить любую проблему. Но однажды принцессы поссорились из-за какой-то глупости. И Белль стала грустной. У нее все валилось из рук. «Отгадка дружба!» Уверенно сказала Белль. «Дружбу не купишь ни за какие деньги, но легко убедить друга и его потерять». «Ну, принцесска, а теперь слушай правильный ответ!» «Это дружба!» «Ура!» Закричали принцессы, а дракончик даже дыхнул огнем. «Вы можете проходить», — грубо сказал трой. Принцессы перешли через мост и увидели замок кривых зеркал. Он был кривым и грязным. А в нем были зеркала, такие же кривые и грязные. Подруги зашли в замок. Тут улюбивая Золушка не могла смотреть на такой беспорядок. Она быстро вымыла все, и вдруг из одного зеркала потекла вода. Воды становилось все больше и больше. Вскоре все девочки и дракончик оказались под водой. И их понесло быстрым потоком. Все произошло так неожиданно, а под водой было темно и страшно. Веселился только дракончик. Он очень любил воду. И тут у Рапунцель засветилась коса. Она всегда светилась, когда намокала. Девочки увидели неподалеку щелочку. Оттуда пробивался свет. Принцессы подплыли ближе, но щелочка была такая маленькая, что никто не мог туда пролезть. Но Рапунцель смогла, потому что у нее была способность проходить через любые отверстия. Рапунцель прошла через щель и с помощью косы вытащила всех подруг. Принцессы оказались на берегу озера. Вокруг рос необычный лес. Деревья в нем были в форме музыкальных инструментов. Когда дул ветер, они играли музыку. А когда пригревало солдышко, то становились разноцветными. Кусты барабаны красными, деревья флейты оранжевыми, кроны гитар желтого, огромное дерево пианино голубого, а кустики скрипки переливались от розового до малинового. В лесу звучала музыка, и принцессы узнали в ней мелодию из лебединого озера. А еще там были единороги. Они умели сливаться с деревьями. Один единорожек подошел к принцессам, и березнишка спросила у него. Добрый день, милый единорожек. Ты случайно не знаешь, куда нам идти дальше? Знаю, ответил он. Идите вор по той тропинке. По какой тропинке? Маленький единорог своей брокол коснулся земли, и засветилась дорожка. Идите за моим лучом. Он приведет вас к музыкальному домику. Спасибо, сказали девочки и обняли его. А дракончик вдохнул огнем, и в воздухе повисла огненное сердечко. Принцессы пошли за лучом. Шли они, шли, и дошли до музыкального домика. Музыкальным его назвали, потому что он был круглый, как барабан. Крыша сделана из дудочек, ступеньки из клавиш и рояль, двери в форме гитары. Вместо окон музыкальные треукольники. Во дворе росли колокольчики. Домик окружал заборчик из нот, а вместо калитки скрипичный ключ. Принцесс встречала строгая учительница. Как раз начинался урок. Девочки подумали, что может им стоит принять участие. Они быстро побежали к музыкальным дверям. Зашли в дом. Учительница строго сказала. Сейчас будет для вас задание. Вы должны будете сыграть на инструменте, который называется пиа-бароскрип. Как вы уже догадались, этот инструмент выглядит, как пианино-барабан и скрипка. Никто не умел играть на этом волшебном инструменте. Кто же попробует сыграть на нем? Спросила учительница. Аврора подняла руку. Я. У Авроры был дар уметь играть на всех музыкальных инструментах. Она села за инструмент и начала играть. В ту же минуту, как зазвучала музыка, все исчезло. И принцессы оказались на финише. Их встретили аплодисментами. Потому что они оказались первыми из всех команд. Сразу за принцессами, один за другим, подбежали и остальные участники. Принцесс пригласили на сцену и вручили им приглашение в страну драконов. Вот, наконец-то, девочки приехали в страну драконов. Она была прекрасна. Среди гордых заснеженных вершин, которые переливались при свете солнца, серебром, путяющим куполом, росла изумрудная трава, волшебные цветы флора. Это маленький и тоненький тебе лег с лепестками радуги, а в радугах свели сердечки. На празднике лепестки радуги поднимаются вверх к куполу. Драконы собираются вместе и летят поближе к радуге. Цветочные сердечки засыпают драконьи крыло блестками, которые их защищают. Деревья тоже росли необычной, с мерцающими кронами. Среди них расположились дома драконов. Это так красиво, что у меня просто нет слов! Воскликнула Рапунцель. Принцессы были поражены такой красотой. Лишь один дракончик ввел себя очень тихо. «Милый дракончик, а почему же ты не радуешься? Ведь ты наконец-то дома!» Спросила Белостежка. «Да, я дома. Я очень рад этому и благодарен вам. Без вас я бы не скоро смог попасть в страну драконов. Только дома меня никто не ждет». И слезы покатились из глаз. Девочки тоже приуныли. Так в грустном молчании они подошли к дому, где раньше жил дракончик со своими родителями. Подходя к дому, они увидели, что в доме кто-то есть. Друзья насторожились. И вдруг дракончик закричал. «Мама! Папа! Сынок любимый! Ты жив!» Навстречу ему уже летела мама дракониха. Она нежно обняла своего сыночка. «Как же я рада тебя видеть! Мамочка! Папочка!» Летался между родителями счастливый дракончик. «А я думал, что вас унес смерть. Я был таким несчастным! Все хорошо, сынок. Теперь мы снова вместе!» Сказал папа, срывающимся от волнения голосом. «А кто же эти девочки, которые скромно стоят в сторонке, вытирая платочками накатившиеся слезы?» «Ой, я же не познакомил вас с моими новыми друзьями!» «Это они помогли мне вернуться домой!» Принцессы по очереди представились. Родители дракончика поблагодарили их и пригласили провести эти два месяца вместе с ними. В играх и развлечениях не заметно пролетело время. Вот уже пора возвращаться домой. Но еще долго и драконы, и принцессы вспоминали свое приключение. А дружба дракончика и девочек на этом не закончилась. Теперь они часто приезжают в гости к друг другу.